В городе Харькове состоялся чемпионат Харьковской области по боям без правил, вызов UK Promotion. Настоящим украшением вечера стал бой энергодарца Юрия Горбенко с бойцом из Донецка Данилом Самсоненко. Юрий Горбенко в этом бою представлял Международный промоутерский центр. Соперник Юрия был менее именит, но его козырем в борьбе за победу могла стать разница в возрасте. Данил Самсоненко был на 10 лет моложе соперника. Молодость, конечно, тяжело смолиться, но я брал опыт. То есть подождал, пока человек устанет, выдохнется, видео это все видно. И главное, чтобы поединок был под контролем. Бой для Юрия начался несколько неожиданно. Противник практически сразу пошел в атаку. Эффект набросился в ноги, благодаря чему удалось застать нашего бойца врасплох. Ожидал ты от противника, что он будет настолько агрессивен? Честно, я не ожидал. И мне сказали, что он боксер, и у нас бой будет проводиться в большей стойке. Вот чем он меня и ошарашил. Сразу пошел в ноги, бросился, я свалил. И в партере мы работали. Но все равно опыт есть опыт. Борьба в партере продолжалась достаточно долго. Большую часть раунда Юрию Горбенко пришлось защищаться от ударов молодого бойца. Юра сумел выдержать натиск донецкого спортсмена. Ближе к концу раунда ему удалось изменить ход поединка. Энергодарец смог завладеть инициативой. За счет чего удалось его скинуть и оказаться, поменяться местами, скажем так? За счет опыта, потому что я сейчас работаю в плане борьбы. То есть борюсь с борцами. Приезжаю сюда в Запорожье к тренерам на боевое самбо. Когда оба спортсмена решили выйти из партера, агрессивнее стал вести поединок Горбенко. На удар ногой Самсоненко Энергодарец ответил серией неприятных ударов руками в корпус дончанина. Самсоненко решил повторить прием с броском в ноги, но Горбенко был готов к такому развитию событий. На этот раз в партере преимущество было за более опытным борцом. Энергодарец постарался сделать удушающий прием, но соперник не сдавался и старался противостоять Юрию Горбенко настолько, насколько это было возможно. Юрий, поняв, что борьба в партере не так эффективна, как в стойке, решил изменить ход поединка. Но на реализацию каких-либо тактических планов в первом раунде попросту не хватило времени. Во втором раунде бойцы по очереди нанесли друг другу несколько ударов ногами и кулаками, но особых дивидендов это не принесло. Казалось, чтобы продолжиться по такому сценарию. Но Юрию Горбенко все же удалось нанести мощный удар на огонь с разворота, точно в голову противника. Как результат, соперник оказался в глубоком нокауте. В интервью энергодарский спортсмен признался, что готовил для противника несколько сюрпризов. Одним из таких оказался победный удар. У меня было в планах попробовать делать какую-то красоту, ногами что-то новенькое, потому что все спортсмены просматривают мои бои и готовятся ко всему, что они видят. То есть они видят неоднообразную технику. Здесь я решил расширить свой круг и увижу, что соперник устал, уже не такой резвый, как бы не бросается. И решил попробовать новый удар для себя, что и получилось. После удара соперник оказался в нокауте. Как он себя чувствовал после этого? Ты подходил к нему? Ну да, после боя я к нему подходил, фотографируюсь. Ну нормально себя почувствовал. Зубы там не повыли? Нет, нет, все нормально. Кроме поединков за международный промоутерский центр, Юрий Горбенко полон решимости попасть в состав сборной Украины. Что интересно, спортсмен хочет попробовать свои силы в относительно новом для себя направлении единоборств. Я планирую в этом году выступить по боевому самбо. Если выиграть чемпионат Украины по самбо, то попаду на чемпионат мира или чемпионат Европы. Будем пробовать себя в этом виде спорта. Остается пожелать нашему земляку успехов на пути к новым победам. Евгений Разиков, Олег Сорогин, НТВ, Орион.